Итак, всем привет! С вами снова я, и мы продолжаем нашу экскурсию по Тбилиси. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если кому-то интересно. Я стараюсь делать максимально полный интересный обзор для вас. И ваши лайки для меня очень много значат. Потому что если не будет просмотров, я просто не буду больше ничего записывать. И сейчас мы находимся напротив Кашвете. Она находится в верхней части Александровских садов, которые я снимал в предыдущем ролике. Ссылку на который вы можете сейчас увидеть сверху, она перед вами появится. И она находится напротив здания парламента. Или, как его еще называли, Дом правительства, который я тоже показывал в другом своем видеоролике. И ссылку, опять же, вы можете посмотреть сверху, перейти и посмотреть ролик про парламент. Мы попробуем зайти внутрь. К сожалению, Тбилиси у нас почти везде запрещают ходить с камерами. Не знаю, пустят ли сейчас сюда нас. Но попробуем, во всяком случае. И я постараюсь также прикладывать фотографии хотя бы вставлять. Когда буду монтировать уже видеоролик, постараюсь хотя бы вставлять старые фотографии, как все это выглядело раньше. Это будет довольно интересно. Потому что то, как выглядит она сейчас, это могут все увидеть. Вам стоит только приехать в Грузию, и вы сможете своими глазами все это увидеть. Вон, красивая циркушка. А то, как выглядело раньше, я постараюсь вам показать в данном видеоролике. Попробуем снять внутри. Бескнем. Замечательный купол. Это только на вход. Мы еще не внутри находимся пока. Мы пока находимся снаружи. Это как бы вход в церковь. Сейчас зайдем внутрь. Сейчас зайдем внутрь. Пепел ковер. Д üzкал. Поехали. Попробуем. Фонд. Не знаю, как в других местах, но у нас в церквях как-то не принято разговаривать Поэтому про историю церкви я не мог рассказывать, находясь внутри Значит, церковь строилась с 1904 по 1910 год, кажется На ее месте была другая церковь А название Кашвети происходит от двух грузинских слов Ква камень и Шва, если я не ошибаюсь, рожать Грузинский я не очень хорошо знаю В общем, есть две версии легенды происхождения названия этой церкви Эти легенды схожи, но чуть-чуть различаются По одной версии название... Значит, сейчас, секундочку По одной версии Какая-то женщина, добелевская Обвинила Давида Городжейского в том, что она беременна от него И тогда он сказал, что неправота ее слов Будет доказана, если она родит камень Кажется так А по другой версии он ее проклял И тогда она камень родила Ну, это, в общем, это... Не официально, как бы, да Это просто, как бы, городская легенда Народногородской легенды Вот Да, ну, в общем, смысл обоих этих легенд один и тот же, да Женщина родила камень и... В общем, доказала тем, что... Что она обманывала Что беременна от Давида Городжейского Значит, в церкви, в этой церкви похоронен генерал Орбилиани А возле церкви похоронен предприниматель и меценат Сараджишвили Тоже известная личность у нас в Грузии А вот мы сейчас попытаемся все это поснимать Это там, по-видимому, склеп, если я не ошибаюсь Или что это? Нет, я же... Ну, я же идет, конечно, какой-то склеп Ну, конечно, склеп Сейчас Ой, тут есть источник со святой водой Да Его тоже нужно обязательно снять, конечно Где-то здесь должна быть Если я все правильно понял Могила Сараджишвили Что здесь написано Накурт Да, свистая вода Схали Накурт Схали Да Попробуем Обязательно Я постараюсь камеру не выключать Не трусить ее сильно Накурт Схали Нету Воды нету Ну, ладно, пошли дальше Это уже там новые постройки какие-то Это потом Вот, я нашел тут что-то Ага Ни один турист никогда не догадался бы Посмотреть вот сюда под ноги Все обычно вверх смотрят Генерал Генерал Стоп, стоп, стоп Что написано Дочь Если я не ошибаюсь, дочь Генерал Ну не видно Может быть это на видео как-нибудь лучше разгляжу Когда будет на экране все это Проект ну в общем да да что похоронен только надпись не а вот еще да внутренний двор кашлете георгий победоносец это символ ну святой города были все очень 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 почитаемо святой нету я ошибся есть немножко поснимаю поснимали там внизу я со входа постараюсь вон там вправо видно да окей вот на самом деле я нашел могилу князя арбелиане и там же похоронены великие князья багратиони мухрамские это в общем то ну царик княжеская царская почти династия фамилия они вот там внизу как обычно это и водится вот сама церковь да и вот это маленькое помещение не все туристы его посещают там почти было просто одна женщина одна женщина только сидела так вот подсказка для всех туристов которые приезжают обязательно нужно посетить вот то том помещение я не знаю как это помещение называется кто знает подсказывайте пишите в комментариях вот это нижнее помещение тоже нужно посетить обязательно и вот над входом над правым входом само здание подождите где это сейчас что то я плохо вижу вообще темно потому что свет контровой мешает вот тоже георгий победоносец как можете видеть ну вот примерно на этом я и заканчиваю заодно и уже батарея в принципе села будет достаточно на сегодняшний день если кому интересно я постараюсь еще снимать много чего у нас в Дебрисе очень много о каждом здании можно рассказывать целую длинную историю и много чего можно говорить ну главное мне главное видеть от вас ответную реакцию если вам это все интересно и вообще стоит того чтобы я время тратил ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите в комментариях кому что интересно кто хотел бы еще увидеть и скажите пожалуйста какие у меня есть недостатки может быть недочеты может быть звук плохой может быть дикция плохая может быть у меня какие то не стоит